Ценная находка времен Великой Отечественной. Ее нашли в Дагестане на территории Бархана Сарыкум. Более 80 лет под землей. Обнаружены лишь детали, но они в хорошем состоянии. Понятно сразу, это обломки Ил-2. Советский штурмовик времен Второй мировой. Символ победы над гитлеровской Германией. Как летающий танк оказался в Дагестане и куда отправятся его детали, выяснил наш корреспондент Марат Чурюмов. Он побывал на месте раскопок. Примерно именно здесь и разбился самолет. Об этом свидетельствуют найденные детали. Они здесь просто повсюду. Их можно найти и без металлоискателя. Как говорят эксперты, возможно, это часть двигателя. Это крепление для пулемета и множество различных еще не опознанных деталей самолета. Удалось найти и элемент корпуса Ил-2. По словам экспертов, это нижняя часть самолета. Спустя 80 лет она отлично сохранилась, но немного помялась при падении. В нижней части фюзеляжа самолета Ил-2. На ней есть оставшиеся части, окраски, вернее, номера самолета. По ним можно будет определить, что это точно за самолет и что за экипаж здесь потерпел крушение. Пески Сарыкума постоянно перемещаются. Но для опытных искателей это не проблема. Они вооружены по полной. Глубинные металлоискатели, георадары, пинпойнтеры и лопаты. Несмотря на то, что Дагестан считался тыловым регионом, это место привлекает внимание поисковых отрядов. Самой таковой войны в Дагестане не было. Но здесь летали самолеты и падали с периодичностью. Так что почему нет? Тем более история говорит, что здесь были бои какие-то. Упало что-то. В 1942 году самолет Ил-2 в ненастную погоду возвращался с боевого задания. Из-за плохой видимости и осадков он разбился об барханы. После крушения экипаж не выжил. От взрыва железной птицы двух пилотов отбросило. Их похоронили в старом селении Кум-Таркала. А вот в 2009 году педагогам и учителям каркмаскалинской школы удалось найти останки самолета. Большие части мы не могли вытащить оттуда. И поэтому как бурлаки на Волге обвязали вот эти части, большие фрагменты веревками и тянули его. И вот таскали по всему этому бархану и вытащили вот до сюда. И все это привезли в школу. В школе есть части, которые мы смогли принести. Боевые самолеты ищут в рамках проекта «Горящее небо Кавказа». В раскопках участвуют более 30 человек. Начал экспедицию поисковый отряд «Кавказ», а помогают им поисковики из Нижнего Новгорода и Ингушетии. Это уже шестая локация в Нагистане, где были, по крайней мере, поиск самолета. То мы продолжаем. Ну, погибшие лётчики, захоронение из лётчиков имеется в виду. Такие самые у нас предыдущие. Мы работали в Хасоветовском районе. Был поднят два года назад, ровно два года назад, был поднят самолёт Су-2 в районе Пятилетка, Языковка. Это ближе к Кизютовскому району, на стыке Хасоветовского к Кизютовскому району. Сейчас у отряда главная цель – найти двигатель самолёта. На это брошены все силы. Все фрагменты Ил-2 станут достоянием республики и отправятся в музей. Марат Чурюмов, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok